здорово тебе дружище давай поговорим вот о чем недавно я себе приобрел домашнюю сигнализацию и хочу рассказать о нескольких факторах которые могут повлиять положительно на покупку этих устройств до либо отрицательные так я купил себе абсолютно стандартный набор с объемником датчиком открытия двери ревуном и двумя пультами то есть целом самый маленький он не обошелся буквально там две с половиной тысячи рублей и маленькое предисловие почему я живу в мурино и здесь короче в последнее время все очень-очень-очень хуже с безопасностью картинка такая очень многие ублюдо сын пытаются короче попасть в двери в парадки и так далее во первых начнем с того что уже много лет у нас тут всякие кладмены всякие наркопритоны бледушники и вот это вот все она больших количествах кто-то здесь что-то прячет кто-то здесь что-то находит короче так себе ситуация и скажем так стремно но это тоже не все у нас очень много оставляют рекламы в дверях бумажек всяких магнитиков и тому подобное короче таким образом они проверяют наличие или отсутствие людей внутри да вместе с тем что закидывает очень много спама в почтовый ящик и тоже сильно влияют на то если человек дома или нет поэтому если вы не хотите чтобы ваш вашу квартиру квартиру вашего соседа ли в целом кто-то нацелился на ваш квартирный холл где находится ваши квартиры извлекаете всю рекламу из дверей соседей даже если они вам очень сильно не нравятся так вот помимо прочего всякие мудаки и говноеды которые воруют они много обкрадывают квартиры они еще и часто под пьяных косят и пытаются типа вскрыть вашу дверь ну типа скрывая шуршание всяким инструментом под якобы пьяных людей а также просто ночью днем посредине дня просто подходит и дергают двери вот и потому и блять извините этажом ошибся вот это делают все подряд там начинают там от цыганий до обычных обрыганья вот и они все вот так вот скрываются бля я бухой тип или обкуренный или еще чего-нибудь короче так себе ситуации времена скажем прямо херовые так вот я как раз таки купил себе вот эту вот сигналочку вот у меня теперь есть с собой пультик и так вот так выглядит инструкция по применению внешний вид вы уже посмотрели и так первое типа минус данной сигнализации с которыми вам придется столкнуться первое сигналка очень трудно ходить через панель управления панель управления очень низкого качества контактные зоны просто ужасно отстой ходе через панель очень душно инструкция просто ужасного качества очень непонятно все написано и скажем так приходится в основном догадываться так себе мероприятие согласитесь но это короче не главное дальше минус это работа в режиме звонка то есть когда ты звонишь на вот именно эту панель я думаю что я через месяц через другой я закажу другие панели именно при звонке именно на эту панель первая цифра всегда дублируется то есть если у вас там условно пароль начинается с 5 вы нажимаете 5 он типа она вам отвечать и подведите пароль и ты нажимаешь 5 и она такая 55 то есть любая первая цифра дублируется и только после того как вы введете неверный пароль следующий раз во второй но это не всегда так происходит она уже первую цифру не дублирует но панелька и их нужно учитывать поэтому я основные свои коды присылаю то есть там если мне нужно что-то сделать я это делаю при помощи ну если нужно поставить или снять с охраны то это происходит при помощи sms вот а если ты хочешь послушать что происходит в квартире то это происходит только по звонку и только со второго раза вводя пароль при том что я пробовал со всеми цифрами и все цифры так дублируется то есть что один что два что три неважно то есть что 0 тебе нужно ввести пароль после пароля тебе нужно ввести код какой-то команды до прослушивание того что в квартире например 3 до или бы интерком 5 если ты хочешь поговорить с теми кто находится в квартире короче дальше минус этой сигналки имейте ввиду что кабели все очень короткие чего датчик открытия двери очень маленькие площадки для крепления очень маленькая поэтому я бы вам рекомендовал купить бы другой датчик открытия двери хорошо также пусть будет основан на геркончике но чтобы он был больше размером чтобы он надежнее работал вот мне своим пришлось повыеживаться но я эту сигналку взял скорее в тестовом режиме поэтому мне как бы не страшно у меня все там на соплях это держится поэтому меня все устраивает то есть для теста для понимания хочу ли нравится ли и так далее меня все устраивает отлично а также в следующем месяце я собираюсь прикупить себе несколько беспроводных датчиков и попробовать уже как это все работает еще и по беспроводу вот он предлагает очень много способов подключения к себе в плюсом первое это панель хоть и выглядит очень простой не можно подключить огромное количество беспроводных и проводных датчиков ну то есть с проводными тысяч вопросики а вот беспроводных просто вагоны маленькая тележка но они все стоят недешево прям нос в среднем задачек вы отдадите 800 рублей и это много то есть среднем от 10 долларов за датчик это дохера на мой взгляд но я все равно куплю себе там дым протечка квартирный датчик объемничек там ревунок то есть ну в любом случае я докуплю потому что мне очень интересно помимо того что я еще куплю какую дополнительную панель вот еще интересная хреновина что тот у кого я заказывал эту сигналку больше не работает с доставкой в россию и это ужасно кодить устройство нужно только через приложение приложение действительно пипец какое удобное комфортное и с ним ну в целом классно работать вот хоть и приложение такое себе подключение приложение и панели к интернету то есть заход в вай фай это вообще самое душное мероприятие которым я занимался два вечера просто дичь какая-то вот при этом приходится работать через панель но это все мелочи следующий плюс что эта штука недорогая есть внутренний аккумулятор что меня дико радует вот а также он еще и сообщает если вдруг типа отключили свет так что это тоже большой плюс при том что он оповещает и в виде смс и в виде звонка что тоже здорово вот пультики любые 433 мегагерц пультики можно к нему зацепить просто уйма при том что каждый пультик может отвечать за свою зону то есть за частичную постановку за определенную постановку зоны да и по полная постановка короче прикольно меня все устраивает а также есть возможность они как не очень хорошо работают но опять же это связано с тем что у меня за стран эфир на 433 вот здесь есть отдельная кнопка для вызова тревоги то есть можно прям вот сходу короче нажать у тебя сразу заработает ревун и это очень клево вот в целом самый большой плюс этой сигналки это простота монтажа потому что здесь не нужно там дополнительных резисторов тебе не нужно делать какие-то там последовательные системы включения как это было раньше бы и в целом сейчас эти системы тоже существуют здесь все отлично здесь все отдельно каждый датчик подключаешь у них у всех есть отдельный ком при том что у тебя есть еще отдельно релей к которой ты можешь воспользоваться то есть например если у тебя есть панель вызова какому там группу быстрого реагирования или своих собственной охраны либо у тебя есть там ты можешь вывести это на какую-то пожарку либо еще чего-нибудь что ты можешь написать сценарий при котором при сработке будет замыкаться вот этот вот контакты у тебя будет вызываться там группа быстрого реагирования пожарной или так далее то есть это здорово то есть у него есть даже отдельная релейная система вот но это самая дешевая панель из тех что я видел есть панели и подороже там и на 1000 и на 2 и на 3 и так далее еще к этой системе можно подключить видеокамеру хотя я не до конца понимаю как это все делается мониторится и так далее думаю что только через приложение но в целом панельку я бы рекомендовал к покупке потому что в данный момент более дешевого варианта и доступного для настройки наладки и подключения неподготовленному человеку просто не придумать она действительно очень простая хотя и займет немножко вашего времени и брейн шторм вот так что настоятельно рекомендую к покупке особенно если вы живете а в плюс-минус криминогенным каких-то в криминогенных местах кстати насколько я в курсе через эту же панель можно использовать как систему контроля управления доступом то есть можно подключить ко всей этой системе умный этот замок раздать людям ключики либо панельку с магнитиком короче это все работает это все здорово и я думаю что со временем я наверное все потестирую вот но все зависит от того как продолжит работать алиэкспресс потому что в данный момент все больше продавцов отказываются от доставки в россию и это прискорбно так что как-то так собственно все что я хотел вам рассказать будут вопросы задавайте вот ссылочку на этого самого ну название по крайней мере потенциальную ссылочку хрен его знает ли панельскрин если что оставлю в описании чтобы вы понимали что покупать вот ну а на этом все желаю вам удачи добра позитива всего лишь самого лучшего главный успехов любых ваших начинаниях рад что вы сбежали опять ко мне на канал и посмотрели новое видео но если хотите поддержать меня и канал все ссылки в описании все успехов до свидания